Здравствуйте, я Данила Матвеев и это больше чем новости. В ближайшие 40 минут подведем итоги недели и расскажем вам о самых интересных событиях последних 7 дней. Итак, на этой неделе мы еще раз вспомнили о том, что семья это все-таки высшая ценность. Много разных дат в той или иной степени посвящены семье. К примеру, День защиты детей, День семьи, любви и верности отмечают как семейный и День матери и 8 марта. Во вторник отметили, судя по названию, самый семейный праздник, Международный день семьи. К этому событию в Югре вот уже 14 лет проводят окружной конкурс «Семья года». О том, что семья это зачастую не только семья, но и восемь и даже одиннадцать я в материале Елены Катковой. Прогуляться в парке всей семьей Ефименко удается нечасто, но сегодня именно тот удачный день. Дни другие, у детей другие заботы. Кто-то на учебе, кто-то в детском саду. Старшие еще и на подмоге у мамы. В семье Ефименко восемь детей от полутора до пятнадцати лет. Тяжело было до троих. После троих как-то стало легче. Уже привыкли, дети начали, младшие подрастают, причем помогать. Отдыхать, да. У меня сейчас как-то девчонки начали отбирать мою работу, потому что им нравится готовить, у Ксюши нравится печь. К конкурсу «Семья года» Ефименко готовились очень тщательно. Учили песни, снимали видеопрезентацию семьи, а еще долго выбирали, какую семейную реликвию предоставить членам жюри. Без помощи детей не обошлось. В итоге, став лучшей в Сургуте, семья Ефименко на окружном конкурсе заняла второе место в номинации «Лучшая многодетная семья». Ой, вы, Ксюшки, дорогие, бояре молодые, бояре молодые. В большой семье всегда весело. Хорошо в большой семье жить. Никогда скучно не бывает. Ольга Анатольевна удостоена патриаршего, знака материнства. Всего в окружном конкурсе «Семья года» пять номинаций. Кроме «Многодетные» определяют лучшие, замещающие и аборигенные семьи, а еще трудовые династии. Есть и специальная номинация «Древо жизни». Здесь на суджюри представляют исследования истории рода. Все о своих предках рассказала на конкурсе семья Ваулиных из Нефтьюганска. Ольга Викторовна и ее внучка Валерия приступили к составлению семейного «Древо» два года назад. Докопались уже до четвертого колена. Бережно хранят и семейную реликвию – похоронку на деда Ивана Никифоровича, танкиста Великой Отечественной войны. Дед погиб 23 марта 1945-го, чуть-чуть не дойдя до Берлина. Снайпер, прямое попадание в лоб. А весь экипаж, с ним всю войну прошли, но это где-то, наверное, года 1943-го они вместе шли. Все остались живы, все вернулись домой. Благодаря активным поискам Ваулиным удалось найти место захоронения деда в Германии. Разосланы десятки запросов в архивы. Ведь настоящее «Древо жизни» никогда не будет завершено, разрастаясь и в новых побегах, и в корнях. Девочки с бабушкой и дедушкой на протяжении пяти лет собирают материалы о своих предках, берегут документы и награды участников Великой Отечественной войны. Говоря о семейных деревьях, нельзя не сказать о привитых побегах. Чужеродные веточки срастаются со стволом и становятся неотъемлемой частью всего растения. Так и в замещающих семьях, где приемные дети все одно, что родные. Супруги Коротковы стали родителями двойняшек Анастасии и Виктором 10 лет назад. На тот момент в семье уже было пятеро своих детей. Сегодня все семеро занимаются волейболом, представляя по сути семейную команду. А Настя и Витя увлеклись еще и актерским мастерством. В марте месяце они ездили у нас на фестиваль «Созвездие», который проходил в Ханты-Мансийске. Мы здесь встречались с транспарантами, с шарами, с тортом. Сделали шикарный торт с именной. Каждый кусочек был именем нашего победителя детей. То есть они заняли у нас, можно сказать, что более десяти мест только первых. Вторые и, наверное, даже третьих нет. Конкурсу «Семья года» Югры Коротковы готовились больше месяца. Затрудились над совместным проектом, который назвали «Рецепт счастья». Вышивали бисером, резали под дерево, подбирали фотографии. Собранные воедино работы стали визитной карточкой семьи и важной частью истории. Члены семьи принимают активное участие в общественной жизни города и округа. Лучшие семьи в Югре выбирают вот уже 14 лет. За это время в муниципальных этапах конкурса приняли участие почти тысяча югорских семей. Ежегодно растет число конкурсантов, так же, как и растет количество югорских семей. Только за последний год в Югре появилось почти 14 тысяч новых брачных союзов. Это на 1300 больше, чем годом ранее. Поэтому показатель у нас округ лучший в УРФО и четвертый в России. А число многодетных семей достигло 25 тысяч. Этот показатель за пять лет вырос наполовину. Укрепление института семьи, ее социального статуса, пропаганда ценностей, национальных традиций – это приоритетные задачи органов власти в нашем государстве от федерального до муниципального звена. Одной из мер поддержки является и конкурс «Семья года Югры». Идея замечательная – это пропаганда семейных ценностей, это поддержка семьи, это рассказ об уникальных семьях, а может быть даже о тех семьях, которых большинство в Югре, в России, которые любят своих детей, находят время для их воспитания, развития, обучения. В этом году «Семьей года Югры» стала семья Ивановых. Из Ханты-Мансийска мама Наталья вместе с сыном Валентином представили книгу «По волнам нашей памяти». За два года изучения родословной удалось восстановить семейную историю аж с начала 19 века. В книге собрали архивные фотографии, документы, вырезки из газет, народные листы и воспоминания. Ну, я думаю, что каждый человек в какой-то момент своей жизни понимает, насколько важна семья. И история, это тоже, я считаю, что очень важно. И я думаю, что когда-нибудь наши дети скажут нам за это спасибо. Я считаю, что все семьи, которые сегодня здесь, они все заслуживают звание, заслуживают называться «Семьей года». Ну, мне очень приятно, что все-таки это мы. К слову, губернатор Югры выступила с инициативой в следующем году добавить конкурсу еще две номинации «Молодая семья» и «Золотая семья». А это значит, еще больше фамилий будут вовлечены в интересное и увлекательное исследование. Еще больше югорчан будут искать сведения о предках, создавать семейные альбомы, готовить творческие номера. И дело даже не в победе на конкурсе, а в еще одной возможности провести время всей семьей вместе. Елена Каткова, Елена Составова, Алексей Шахмая, в телерадиокомпании «Югра». Специально для программы «Больше чем новости». И вот что, кстати, сегодня у всех семей Югры есть еще одна возможность провести время вместе. Я предлагаю вам сходить в музей. «Ночь музеев» – планетарная акция вот уже несколько лет имеет и югорскую прописку. Тем более, что музеев в округе предостаточно. Причем самых разных. Есть школьные, есть краеведческие, есть музей одной фамилии, есть художественные. В общей сложности 131 культурный объект. Только в Сургуте их почти 40, в Ханты-Мансийске и Нижневартовске – по 12. В эту ночь музеев для югорчан и гостей округа будут развернуты сотни самых разных экспозиций. Везде, кстати, покажут шедевры из запасников. В музейно-выставочном центре Коголыма еще и проведут квест. В столичном Торума предлагают провести «Ночь у очага» за сказками и песнями. А в Государственном художественном музее Ханты-Мансийска по традиции дадут рок-концерт. А в окружном музее природы и человека в Ханты-Мансийске сегодня вообще оживет экспозиция. Помните, как в том голливудском фильме «Ночь в музее» по залам ходили фараоны, неандертальцы и ковбои, а озорная обезьянка воровала вещи? В музее природы и человека шкодливых приматов не обещают. А вот рыбак в лодке и водопад с влюбленными точно будут. Студия «Живой театр ХМ» поставила необычный спектакль декорациями, в котором выступили экспозиции музея. На генеральном прогоне постановки побывала Анна Ашуркевич. Замолился, руки кверху берет. Господи, не просил тебя никогда ни о чем. Вот сейчас скажи, счастье, что такое. Обладал я им, когда было оно у меня, ну знак хоть подай. Ну вот он знак ждет, значит все, он молится и уснул. Ну, знаете, процессом там уже легче засыпается. В гостях у Игоря Старкова в его рыбачьей сторожке будет точно не до сна. Здесь будут и разговоры по душам, и чай, причем не бутафорский, как на генеральном прогоне. В этом спектакле Игорь Старков нарушит добрую половину классических музейных правил. Он не просто будет трогать экспонаты, а жить в экспозиции. По сути, сам актер станет артефактом, простым югорским мужиком, рыбаком саби. Этот образ твоего рыбака, она тебя самого? Абсолютно нет. Почему? Диаметрально противоположно. Один из зрителей мне вот даже сегодня сказал, что во мне слишком много интеллигентности для простого мужика-рыбака. Вот такого. И, в общем, этот зритель, он вполне совпадает мнением с режиссером нашим, с Ириной, что вот надо чего-то попроще, надо вот и словечки какие-то, и перестань чистить текст, в общем, она мне говорит. Каждую отдельную историю для спектакля режиссера Ирина Заробина находила в разных источниках. Вдохновение искала в музейной экспозиции. Вот, например, люлька – идеальная декорация, чтобы показать мать. Мать – родную землю. Рами солнце встало, ветерок колеблит сосны, лук как будто покрывало весь расшитый зор и восторг. Отталкивалась больше от стихий. Стихия земли, огня, воды, воздуха. Вот, можно сказать, вот это вот четыре стихии, в которых в контексте с актером, с художественным словом и экспозицией мы воплощаем вот эту энергию этой стихии. Это была моя задумка. Каждая стихия получила философского двойника. Например, огонь – это счастье. Как раз у очага о нем рассуждает рыбак. Вода – это любовь. А невесомый воздух – мечта. Синяя птица. Сама синяя птица была прекраснее всех птиц, живущих на земле. Воздушная стихия. То есть у меня такое состояние полета, легкости и мечтаний. Вот, зрителю нужно передать состояние мечтания. В спектакле участвуют непрофессиональные актеры. Все-таки живой театр ХМ – это любительская студия. В постановке играют госслужащий, парикмахер, студент и журналист. Для каждого подобран образ, который может раскрыть самые скрытые человеческие таланты. Например, Наталья Пушкарева никогда профессионально не занималась пением. Оказалось, что зря. Можно попробовать со всех сторон. А вдруг проявится что-то с какой-то стороны именно в театральном. Если что-то идет, складывается, значит этого хотят духи. Так это магия, это действительно духи. Нашим духам нравится, поэтому, видимо, все так хорошо идет. Кстати, да, наверное. А я не могла себе это объяснить. Вот, оказывается, в чем дело. Оживить экспозицию Музея природы и человека трупа планируют в Ночь музеев. И тут стоит еще раз сакцентировать. Это не экскурсия, это жизнь. Беседа актеров и зрителей о любви, счастье и мечтах. Анна Ашуркевич, Юрий Гурьев. Специально для программы «Больше чем новости». А вот в Угудском краеведческом музее имени Бахлыкова Ночь музея посвятят столетию образования Российского коммунистического союза молодежи. Тем более, что в этом году дата проведения акции совпала с еще одной значимой исторической датой – Днем пионерии. Многие югорчане и сегодня помнят вечера у костров в пионерлагерях, песни, салютирования. Кое-кто вспомнит и слова устава. Пионер трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником. Увы, с распадом СССР пионерская организация тоже распалась на несколько подростковых движений. Остались и сами пионеры. Пусть и не настолько политически заряженные. Но вместе с ними есть отряды юных инспекторов дорожного движения, пожарные, волонтеры и экологи. Только в Сургуте в этих движениях участвуют более 10 тысяч школьников. Правда, они не ходят стройными рядами и не носят знамена под дробь барабанов. Но цели у них вполне себе пионерские. Воспитывать чувство патриотизма у младших, помогать пожилым и нуждающимся – хорошо учиться. Так какая же она пионерия сегодня, решила узнать Леана Киямова. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всегда готова. Именно так выглядели пионеры. Шли стройными рядами, несли знамена под дробь барабанов, дисциплина во всем. Особое внимание уделялось форме одежды. Каждый пионер носил белую рубашку, синюю юбку или брюки, значок. И, пожалуй, самый отличительный атрибут – красный галстук. Он должен был быть ровным, квадратненьким. Вот этот уголок, он получался чуть подлиннее, этот поменьше. То, о чем я вам говорила, он символизировал пионеров, этот комсомольцев. А тот, который был на спине побольше, вот это вот будущие коммунисты. Как правильно завязывать пионерский галстук Марина Барбашина запомнила на всю жизнь. В детстве она была и октябрёнком, и пионером. Сургутянка гордилась тем, что носит школьную форму – красный галстук и значок. В преддверии дня пионерии она решила рассказать школьникам о пионерском движении. Амблева на пионерских рубашках, их одевали не только в торжественных случаях, но и когда повседневные, вот в обычные дни, во время учёбы. Она тоже была символикой пионерской организации. И вы же представляете, да, когда все одинаково одеты, как красиво смотрелась большая команда пионер. У нас дружба в классах – это было не пустое слово. Мы везде были коллективом, в кино – коллективом, значит, на прогулке – коллективом. Нас этому учили. Пионерские организации перестали существовать с распадом СССР. На смену им пришли детские общественные движения, у которых нет политической привязанности, как у пионеров, к коммунизму. Например, жуковцы – юные активисты, углублённо изучают историю, семейные реликвии, археологические находки, помогают воспитывать чувство патриотизма у своих сверстников и ассоциируют себя с пионерами. Пионеры – это те, кто действительно любит свою родину, они как-то делают что-то для него без какой-то корысти. Это, можно сказать, какое-то волонтёрское движение, как я сейчас вижу. Мы чем-то похожи на пионеров нашей сплочённостью, нашими такими усилиями. Нифига себе! Идите сюда! Увидеть школьников, которые спасают животных от гибели, можно не только в советских фильмах. С исчезновением пионерской организации не исчезли подростки, которые поступают по совести. Прописанному в пионерскому уставе принципу придерживаются и современные ученики. Вот, к примеру, здесь последователи пионерии тоже спасают животных, кормят их и выпускают из вольеров, чтобы выгулять. Сюда Анна и Дарья приходят каждую неделю, знают всех собак. А ещё волонтёры помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, ходят в библиотеки и музеи, чтобы организовать там мероприятия. На благотворительную деятельность тратят всё свободное время. Собачке, им не хватает этого общения, им не хватает иногда какой-то людской ласки. И быть неравнодушным к этому, мы считаем, что это то самое, на что и нужно тратить как раз время. Когда я первый раз сюда пришла, у меня просто не было слов, чтобы описать, насколько мне здесь понравилось. Это просто было, не знаю, незабываемо. Общение с этими животными, хоть какая-то помощь им, просто, мне кажется, неоценимо. А это настоящие пропагандисты защиты природы. Вооружённые листовками, они ходят в парках и скверах, рассказывают сургутянам о безопасном поведении в лесу. Все знания передают подрастающему поколению. Например, рассказывают о том, что во время пожара нельзя прятаться под кровать или спускаться на лифте. Ну вот, например, там пожар будет в каком-то доме, и вот этот ребёнок там будет участвовать в этом пожаре, и вот он будет знать, что лифтом пользоваться нельзя. А вот юные инспекторы дорожного движения. Они и сами отлично могут сдать экзамен по правилам дорожного движения, а потому учат этому остальных школьников. Пионеры, они ходили и помогали разным людям, пожилым. Мы изучаем правила дорожного движения. Это, конечно, похоже. Я считаю, что и в пионерах все организованно работают, одна группа и тут. Всего в Сургуте почти 10 общественных объединений. В них состоит около 10 тысяч детей. Среди них экологи, юные инспекторы дорожного движения, защитники природы, пожарные. От своих предшественников-пионеров они отличаются и формой, и уставом, и идеологией. А вот цель, пожалуй, остаётся неизменной. Современные активисты, так же, как и пионеры Советского Союза, помогают старикам, не обижают младших и стараются учиться на хорошо и отлично. Этому ребят в основном учат те, кто когда-то подавал пример октябрятам, салютировал и пел у костра. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Орлёнок, орлёнок, взлетите выше неба. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучих хором, лучих хором, лучих хором. Сейчас вместе с эпохой красных галстухов уходят воспоминания и песни, но многие из них можно услышать в современной обработке. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На этой неделе в Югре стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить». Начало ей положила «Зелёная волна». По всем муниципалитетам округа прошли субботники. Следом югорчане вышли на марш парков в 2018. Всего в рамках «Спасти и сохранить» запланировано несколько десятков мероприятий. В частности, экологический форум «Одна планета, одно будущее» объединит участников международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО из восьми стран Европы и СНГ. В этом году акция «Спасти и сохранить» пройдёт под девизом «Чистота начинается с тебя». Завершился приём заявок от желающих участвовать в предварительном народном голосовании партии «Единая Россия». Сейчас оргкомитеты в муниципалитетах проверяют кандидатов на наличие необходимых документов. Единороссы, прежде чем заявиться на выборы, сначала определяют, кто же будет представлять их партию. Предварительное голосование, которое пройдёт 3 июня, отберёт участников сентябрьской выборной кампании. В Югре предстоит избрать 45 глав поселений, а также более 700 депутатов муниципальных КУМ. Чтобы побороться за депутатские мандаты, заявилось 1200 югорчан. Ещё 130 кандидатов претендуют на кресло руководителей территории. Окончательные списки участников предварительного голосования опубликуют на портале регионального отделения «Единой России» 21 мая. Предстоит югорчанам и ещё одно голосование за главу Тюменской области. В пятницу стало известно, что сразу два региона, входящих в Тюменскую матрёшку, остались без губернаторов. Главы Ямала и Тюменской области вошли в состав нового кабинета министров России. В частности, Владимир Якушев возглавит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Дмитрий Кобылкин будет назначен министром природных ресурсов и экологии. Кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, предложенные Дмитрием Медведевым, уже согласовал Владимир Путин. Ожидается, что уже на следующей неделе президент проведёт встречу с новым кабином. На этой неделе говорили о кооперативах, причём сельскохозяйственных. В правительстве округа обсудили итоги работы аграриев, а также наметили пути дальнейшего развития АПК. Как один из элементов прогресса – объединение фермеров-кооперативы. Их в регионе уже 12. Совместно с сельхозпроизводителем проще не только работать, но и торговать, и даже помогать друг другу финансово. А ещё кооперативам проще получать гранты на реализацию прорывных проектов. Сразу две кооперации Югры на Медне получили более 90 миллионов рублей. На эти деньги построят завод по заготовке сельхозкормов и новый цех по переработке и заготовке дикоросов. Какие ещё бонусы сулит аграрием объединение, решила выяснить Милана Поварницына. Какая бы ни была погода за окном, здесь всегда лето. Тепличный комплекс, который заработал более трёх лет назад – это одно из подразделений кооператива «Ханты-Мансийский». А принадлежит он, как неудивительно, рыбоперерабатывающему комбинату. Здесь на площади в 300 квадратных метров специалисты выращивают рассаду. А это 70 тысяч цветов и овощей. Их приобретают и в школы, и в детские сады, ну и, конечно же, для украшения города. Площадь рядом с комплексом свободна, но ненадолго. Через два года тут запустят в работу производственный цех по переработке грибов и ягод. Планируется, что за смену специалисты будут выдавать от 350 до 500 килограммов готовой продукции. Воплотить проект в жизнь позволят средства выигранного гранта – почти 24 миллиона рублей. «Мы уже порядка 10 лет на базе рыбоперерабатывающего комбината изготавливаем именно продукцию с дикоросов, это ягоды, грибы разных видов, наименования порядка 15. И стал актуальным вопрос именно создание уже непосредственно самого цеха, чтобы, так скажем, выйти на какие-то уровни, на новые уровни». Но в одиночку реализовать такой масштабный проект сложно, поэтому и нужна кооперация, когда югорские фермеры объединяют усилия и решают все проблемы сообща. По производству, по реализации готовой продукции, так участники кооператива «Ханты-Мансийский» могут сбывать товары сразу в нескольких точках. «В магазине представлена именно та продукция, которую производят наши участники, участники нашего кооператива. Это довольно-таки широкий выбор, как рыбной продукции, холодной, вяленой и горячего копчения. Также здесь представлена широкая линейка участников кооператива, которые занимаются именно производством дикоросов, то есть это грибы и ягоды». Всего в ряды кооператива «Ханты-Мансийский» вступили 10 товаропроизводителей, в том числе и национальные общины. Они как раз и будут поставлять сырье для будущего цеха. В Ярках тоже есть кому кооперироваться. В деревне расположена как самая крупная теплица Югры, так и свиноферма с растущим объемом производства мяса. В Ярковском хозяйстве вскоре планируют выращивать уже 2000 голов. И ведь нужно еще прокормить такое семейство. Впрочем, вопрос кормовой базы стоит остро перед всеми фермерами в кооперации «Иртыш-Агро». Поэтому они решили построить мобильный комплекс по заготовке кормов высокого качества. Проще говоря, завод на барже. Здесь самое главное – заготовить свои корма и успеть их заготовить. Потому как, когда затяжной идет проводковый период, иногда приходится корма завозить из других регионов. А тут будет реализация уже комбикорма местного. И цена, соответственно, будет существенно дешевле, потому что затрат не будет вот этих транспортных. Комплекс могут доставить по реке не только в Ханты-Мансийский район, а в любую точку Югры. Суть проста. Завод причалил, рабочую траву скосили, ее загрузили и тут же переработали и заготовили. На выходе будет витаминизированная травяная мука с добавлением микроэлементов. Проект кооператива тоже выиграл грант на реализацию – 70 миллионов рублей. Это еще один пример того, как правительство региона готово поддерживать фермерские кооперативы. Не только одобряющим словом, но и рублем. Это, конечно, подстегивает предпринимателей объединяться. Фермеры округа уже зарегистрировали 12 подобных объединений. Есть соответствующее поручение президента Российской Федерации по всей стране повысить уровень кооперации и создать максимальные условия для кооперации в сельском хозяйстве. В Югре способствовать созданию соответствующей инфраструктуры будет фонд развития Югры. Он станет центром компетенции в сфере сельхозкооперации. Такое распоряжение приняло окружное правительство. Фонд будет консультировать, проводить семинары, разрабатывать документацию, обеспечивать регистрацию кооперативов, организовывать выставки и ярмарки для продвижения продукции югорских фермеров. Милана Поварницына, Александр Шулдиков. Специально для программы «Больше чем новости». Не за горами и то время, когда все процессы на фермах доверят искусственному интеллекту. По крайней мере, роботизированными системами доения или кормления сегодня уже никого не удивить. Информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни. Умный дом, умный автомобиль, роботы-уборщики и средства связи. Куда ни глянь, обязательно увидишь труд компьютеров во благо человека. О том, куда двигаться в развитии IT-сферы, будут говорить на предстоящем международном IT-форуме. В Ханты-Мансийске соберутся эксперты информационных технологий из стран БРИКС и ШОС. К форуму готовятся не только организаторы, которые постарались насытить программу самыми интересными и насущными темами. Упорная подготовка идет и в сфере киберспортсменов. Ведь в рамках форума проведут первый турнир по киберспорту «Югра-Опен». Лучшими будут выявлять по двум дисциплинам – «Дота-2» и «ФИФА-2018». Известие о турнире вызвало небывалое оживление в киберспортивном сообществе. Заявки на участие уже подали команды из Санкт-Петербурга, Тюмени и, конечно, городов Югры. Автономный округ на турнире представит сразу несколько команд. Но они даже не подозревают, походу. Надо, чтобы чел из Бейлинкин, пусть Веркуль тянет. Ни ругательства, ни заклинания, а координация действий команды. Так сургутские киберспортсмены проводят свои тренировки. В начале июня их ждет целое приключение, захватывающее и вместе с тем крайне ответственное. Участие в международном турнире по киберспорту «Югра-Оупен» в рамках 10-го международного IT-форума, который пройдет в Югре. Играть будут в «Дота-2» и «ФИФА-2018». Организаторы уверяют, что в среде киберспортсменов это признанные игры, которые отличаются зрелищностью и динамикой. И ничего загадочного в игровом сленге тоже нет, добавляют они. «Юзни смолк, юз использовать, смолк дым, то есть используй этот предмет». Проведение турнира должно добавить праздника в юбилейный серьезный форум. Впрочем, это на первый взгляд компьютерные игры – чистое развлечение. Те, кто разбирается, утверждают, по сложности, азарту и накалу страстей их можно сравнить с другими интеллектуальными спортивными играми. «Это как шахматы. Многие сравнивают «Дота» с шахматами, потому что так и есть. Но вместо множества фигур есть пять. И у каждой фигуры есть определенные способности, которых тоже по пять и больше. Это все нужно состыковать. Там неимоверное количество комбинаций. Просто их не сосчитать. Их до ста тысяч. По словам организаторов, турнир по киберспорту включили в программу форума неспроста, потому что это целое направление IT-индустрии. В рамках форума также запланирован круглый стол, посвященный этой теме. С идеей о проведении турнира по киберспорту в Югре выступила Федерация компьютерного спорта Сургутского района на муниципальном этапе гражданского форума общественного согласия. И эта идея была поддержана губернатором Югры. Получить поддержку округа на проведение такого уровня турнира – это очень много для нас значит. Это дает дополнительную мотивацию ребятам развиваться в этом направлении и создавать именно тот элитарный клуб, элитарный какой-то класс, как это в Китае нам бы хотелось. То есть мы идем по ступенечкам потихонечку, даем толчок, даем мотивацию. Но все-таки компьютерные игры не единственное, что обсудят участники форума. Среди заявленных тем цифровая экономика, информационная безопасность, цифровое правительство. На выставке в рамках IT-форума представят нейросеть, которая будет помогать югорчанам получать госуслуги. Отличие нейросетей от других компьютерных программ в том, что их можно, что называется, обучить, правильно понимать человека. Эдакий виртуальный собеседник. Это некий искусственный интеллект, который по ключевым словам будет понимать, что вас интересует, какое направление госуслуг вас интересует. Причем вы можете задать вопрос так, как вам удобно, не обязательно там прям четко говорить, мне нужно записаться на прием к врачу. Вы можете задать так, как вам это удобно. У меня болит нога и искусственный интеллект должен понять, что вас интересует и дать соответствующее направление и разъяснение. На выставке каждый желающий сможет поучаствовать в совершенствовании системы. К слову, Югра – первый в стране регион, где использование нейросетей перевели в прикладную плоскость. Причем сделали это вполне успешно. В регионе искусственный интеллект используют для аналитики лесных вырубок, нефтеразливов, а также поиска сайтов с запрещенной информацией. Павел Желтов, Леона Киямова, Владимир Дадыко, Игорь Батищев, телерадиокомпания Югра, специально для программы «Больше чем новости». Применять сверхсовременные технологии в вопросах экологии в Югре научились давно. Но сейчас собираются выходить на совершенно новый уровень. Как минимум четверть всего мусора в округе намерены превращать в готовую продукцию. Таких показателей регион планируют достичь к 2030 году. Новой системе обращения с отходами посвятили большую конференцию в Ханты-Мансийске. На заседании говорили о стратегии развития отходоперерабатывающей отрасли, участии в ней бизнеса, новой тарифной политики и внедрении раздельного сбора коммунальных отходов. На смену экологически опасным свалкам придут современные полигоны. Один такой в Югре уже строится. О самой масштабной в истории округа генеральной уборки репортаж Марии Пуртовой. По официальным данным, каждый югорчанин за год выбрасывает в среднем до 500 килограммов мелкого мусора. Полтонны на одного человека. И если прибавить к этому крупногабаритные отходы, такие как строительные материалы и бытовую технику, то получается еще больше. Коммунальщики по всему округу ежегодно складируют на полигонах ТБО до 1 миллиона тонн отходов. И это только от жителей округа. Это первый в Югре комплекс по сортировке мусора. Его установили на полигоне ТКО «Ура» еще пять лет назад. Мощность предприятия около 10 тысяч тонн мусора в год. Здесь сортируют бумагу, полимерную пленку, пластиковые бутылки, жестяные банки и стекло. Все отходы, кроме стекла, прессуют и отправляют в другие регионы страны для дальнейшей утилизации. Сегодня в нашем округе таких предприятий только два. И сортируют они 1% от всего объема отходов. Между тем, у окружных властей на мусор большие планы. На смену экологически опасным свалкам должны прийти современные полигоны. Первый такой полигон сейчас строится в Нефтьюганском районе. Еще четыре комплексных полигона будет Сургутский район, Нижневартовский район, ну и все, что рядом находится муниципальное образование, Ханты-Мансийский район и Нягань-Октябрьский район. Ближайшие, я думаю, что 3-4 года они должны быть построены. Всего до 2030 года в нашем округе таких полигонов должно быть около 20. Большинство реконструируют из имеющихся свалок. Прямо на их территории будут строить новые производства по сортировке, переработке и утилизации отходов. В перспективе они станут не только сортировать весь мусор, но и делать из него новую продукцию. Вторсырье пойдет, например, на изготовление тротуарной плитки и мягких покрытий для детских площадок. В 2030 году мы 100% отходов уже должны сортировать. И примерно 20-25% мы должны направлять на переработку и получение готовой продукции от переработанного сырья. Масштабные реформы обращения с ТКО идет сейчас по всей стране. Ключевую роль в ней играют экотехнопарки. Это площадки, где в идеале должна быть реализована технология замкнутого цикла. То есть в одном месте и мусоросортировочная станция, и линия переработки отходов и производства новой продукции с вторсырья. В Югре появится как минимум один такой экотехнопарк. Еще одно направление реформы – раздельный сбор отходов. К 2025 году по федеральному закону на полигонах ТКО нельзя будет размещать стекло, пластик и бумагу. Как с ними поступать сейчас решают власти округа. Извлекать где? На полигоне? Либо непосредственно у кого это образуется? Вот здесь, скажем так, если мы вовлекаем во вторичную переработку, стекло, пластик должно быть чистое. Значит, надо непосредственно у кого образуется, у населения. И лучше это в квартире, в доме сделать. А вы готовы в своем доме сортировать отдельно бумагу, пластик, вот такой мусор по разным бедам? Почему бы и нет? Вы готовы к этому? Ну, конечно, почему бы и нет, если как бы это польза будет от этого. В этом ничего сложного нет, я считаю. У нас стоит вот пара вот этих специальных урн, которые в землю закопаны, рядом с ними стоят сетки для пластикового мусора, там бутылок. Но, допустим, для стекла уже и для бумаги этих отсеков нет. Естественно, скидывать это тоже все приходится вот в одну вот эту большую. Так что я пока смысла не вижу в этом, но, в принципе, почему бы и нет. Пластик отдельно, бумага отдельно, отдельно батарейки. Сегодня по всей Югре устанавливают вот такие контейнерные площадки. И, по словам специалистов, с каждым годом их будет все больше, и они будут все эстетичнее. Так что можно сказать, что югорчане вступают в новую эпоху обращения с отходами. Мария Пуртова, Эльдар Муратов, Владимир Дадыко, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Вот оно, одно из главных событий уходящей недели – ледоход. Реки Югры практически полностью освободились от ледяного плена. Кое-где природная стихия была настолько неистовой, что становилась даже немного страшно от ее неимоверной силы. В Сургуте лед в считанные секунды разобрался с чугунной оградой речпорта. Но в целом реки пошли, что называется, красиво. К примеру, как в Нижневартовске. Баба Зина. Как обычно, вскрытие рек принесло в Югру. Похолодание. Вот только нынче природа, ну, явно перестаралась. За 10 дней до начала календарного лета в округ снова вернулась зима. Майские метели и заморозки не слабее февральских. Соцсети жителей округа на этой неделе попросту забиты снежными фотографиями. Даже мы, казалось бы, привыкшие ко всему. В легком шоке от того, что творится за окном. Что уж говорить о жителях других регионов и стран. Снимки, занесенного снегом Сургута, опубликовали даже мировые паблики. Присылали свои переживания к нам в редакцию и зрители Югры. Сургут. 17 мая 2018 года. Идет снег. На дворе 18 мая. Вот разгребают такие сугробы на ласточке. Ужас. Смотрите, какой слой. Казалось бы, вчера уснул весной, а сегодня проснулся. И такое ощущение, что проспал все лето и проснулся поздней осенью. Можно скоро будет снежки играть. Интересны и комментарии югорчан в соцсетях к этому зимнему наступлению. Житель Нижневартовска Алексей Шибетько сетует. Посвящается всем, кто поверил и сменил шины на летние. Вызвали капризы погоды у югорчан и рациональные идеи. Так Светлана Барышева из Ханты-Мансийска предложила повысить всем нам северные. А вот Лия Назарипова восхищается. Зима дубль два. Ну что же, сегодня мы с вами обсудили много тем от дня семьи до дня пионерии, от IT-форума до вскрытия рек. Оставляйте свои комментарии на нашем сайте юградефис.тв.ру. С вами был Данила Матвеев и программа «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин